Ты опять сидишь как-то, вот я на попе сижу, а ты вот поднялась, чтобы быть выше. Я же не знаю, ты тогда мне сказала, а что, ты вообще куда-то скрылась, а я... Сюда, вот ближе, вот как я, на попочку сядь и ножки подними. Вот так, вот так, хорошо. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй и... Кристина. Ага, Крис. Сдержанная. 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 Можете перейминовать канал? Сдержанка. И Дэнни. Сдержанка. Сдержанкой, будешь? Сдержанка, Крис. Мне кажется, мне губная, я у тебя сейчас попробую. Хорошая губная. Дэнни, а у тебя эти лапы твои в груши, мокрые, сочные, и ты маму облапываешь. Уйди руки. Сегодня у детей лапки. Сегодня у нас будет фикс прайс. Я купила две пары обуви, которые по наследству достаются Кристине. Да вот я смотрю. Хочешь выкинуть? Мои бриллиантовые россыпи. Смотрите, первое, что взяли в фикс прайсе, это вот такие босоножки. Это вот я практически сегодня взяла. Мне они очень понравились тем, что здесь бриллианты. Практически? Чуть-чуть, чуть-чуть. Практически сегодня все. Ну да, практически сегодня. Теоретически, да. В общем, бриллианты, как видите, да. Стоит такая обувь 100 рублей, ну 99. И, в принципе, все застегивается прекрасно. Даже то, что здесь лак, вот здесь не съезжает. Все очень прям крепится хорошо. Но мама моя сразу... Бля, написано сделано в России. Не в Китае. Все, хватит засирать тогда. Берешь? Раз еще и в России сделано. Мама моя сразу заметила, говорит, ой, такая тонкая подошва, по камням невозможно будет ходить. Ну, бывает и тоньше, нормально. Она зато упругая. Как будто у нас камни, говорю, булыжники. Ой, у меня были когда-то такие, я один раз прошлась, там, как босиком все ноги. Какой размер взяла? Я беру 37 размеры. Это просто не одна обувь. Вот одна вот такая вот. Сейчас я вам вставочку покажу. Посмотрите, как они смотрятся на мне. У них, конечно, просвет такой между подошвой и вот здесь, когда я поднимаю. Это у кого нормальный подъем ноги. Просто у нас с тобой нет подъема ноги. А, и поэтому так смотрится. Ну, можно стельечку подложить вот сюда. Большую такую. Огромную стельку, да? С платоплатформой получится. В общем, вот такая обувь, что-то в ней есть. Вот эти бриллианты мне очень понравились. А чего-то в ней нету, явно. Очень много чего нет. И вторая обувь. Ну, тебе как вообще нравится? Ты вот выносила такую, кстати? Ну, если бы у меня был подъем большой, ну, побольше. У тебя есть кому задарить? Конечно. Новые совсем. Конечно. А второй вариант, да, и беленькие на лето. Второй вариант тоже вот такие беленькие. И мама сразу отметила, что, о, ну, здесь ходит нормальная подошва, да? И тоже, говорит, у нее такие были. Только не в Бэкспрайсе, а тоже с такими же клепками совсем. Но здесь я даже не смогла одеть. Это тоже 30 дней. Здесь я даже тебе дарить не буду, потому что они мне самой нравятся. Здесь хорошая подошва. Нет, они мне не смогли залезть. Знаете, почему? Вот именно, видите, здесь крепление вот такое. Раз, завятывается. И вот сюда. Но у меня нога просто вот я... Даша, что будешь делать? Ногу вот так я засунула, и все. То есть я никак не могу заклеить. Короткие, да? Оно у меня маленькие как бы. Да. И вот это вот близко очень, да? Очень сушая. Вот это они не рассчитали, конечно. Это надо было тебе на размер больше просто брать. Хрень какая. Ну, мой же 37-й же, калошка должна быть. Ну, так они вроде удобные, так я их замерила, прошлась. Удобноватые. Единственное, что я не смогла, я их застегну. Так и я не смогла. У нас с тобой ноги не полные. И стандартные. У нас наоборот же худоватые ноги. И подъема нет. Еще она не застегивается. Так что будьте аккуратны, померяйте. Да, сначала меряйте, чем покупать. Потому что я не мерила все. Я так вот взяла для видео вам показать, сделать обзорчик и все. Ну, тоже найдешь кому ничего. Может, что придумают, перешьют. Здесь на самом деле вот эту штуку можно просто открыть и перешить. Ну, реально, я не знаю. Так, а, ты видишь даже невооруженным взглядом, ты видишь что? А, ну вот, да. То есть вот эта херня находится вот здесь вот, а вот это вообще не доходит даже. Ну, может быть, это такая задумка, что пятка была вот тут? Тогда точно надо было брать 38-ю разницу, чтобы пятка была. Если так, то все окей. Рекс прайс рулит. Ой, так же я взяла свои любимые вешалки. Кстати, я в океане набрала вот эти белые вешалки. Они вот красивые, суперские. Но с них все валится. И в магазине у меня эти белые вешалки, и дома. А вот эти силиконовые, на них вот, блин, любую маечку, что-нибудь повесила, и оно вот не скользит. Ну, люблю. Ну, написано антискользящие, да. И три штуки стоят 55 рублей. А я покупаю... Ну, короче, дорогие, в общем-то. Разные. Не, я покупаю там 4 или 5 или 8. 8 штук 49 рублей пластмассовые. Ну, блин. Не, такие будут дороже по-любому. Еще я Деньке купила, смотри, какую штуку. Тоже сегодня нашла. Думала что-нибудь покупать. Кучусь и играю. Да, то есть здесь по цветам все. Смотрите, кружка, кит, еще что-то. Но это новенькие, их не было. Синий, допустим, машинка синяя. Желтые, бананы, груши, все дела, короче, да. Потом зеленая. И тоже, и названия написаны. А еще здесь в конце игрушка такая, что нужно вот, типа белые. А-а-а. Белые. Покажи все белые снежинки. И надо показать. Помяукай, как котенок. Как спят летучие мыши. Ну, короче, я сегодня дала Деньке эту книжку, а он это, подбежал ко мне, типа. Я ему даю эту книжку, он такой что-то листал, я ему давай рассказывать. Все, тут заиграл этот лунтик. Он просто отвернулся и подбежал. Понятно, какие книжки, когда есть лунтики. Два губки заканчиваются. Ты берешь все к эспрессе губки? Нет. А где вы берете? Мы очень долго пользуемся одной на протяжении года. Вот такой? Ну, можно аккуратно. Бастировать машинки на 90 градусов, да? Да я шучу. Ну, в магните в основном берем. А сколько там стоит? Я не помню. Здесь шесть штук и стоит тоже, я даже не знаю, сколько они стоят. То, что. Понабрала и все, чего. Это тебе нужно. А ты знаешь, что? Постоянно нужно. Ну, вообще тебе да. И отвертки взяла еще новые. Вот такие вот. Здесь, короче. Что же произведено в России, ты видишь? Как и тапки. Короче, все время вот нужно что-нибудь. Я со старой квартиры забрала все в офис. И в итоге у меня на этой квартире ничего нет. Сырок годности не ограничен. Да, хорошо. Можешь пользоваться сколько хочешь. Плоскогубцы не пропадают. Ну, и, короче, взяла вот это, да. Это вот дома должно быть ходовые такие классические отвертки, крестовые отвертки. Что-нибудь ребенку открутить, закрутить. И плоскогубцы что-нибудь вытащить. Тоже нужное дело. О, ты видела такой фикс прайс? Я взяла вот такой стаканчик. Девочки, как он мне нравится. Он так дорого смотрится. Ну, реально, очень красиво. Я хочу сюда положить эти зубные шеточки. Смотри, какой. У них есть, короче, вот такие стаканчики. И еще, может быть, ты видела, у меня тоже такая круглая, из которой выдавливается мыло. Стоит там. Тоже очень красивая. Надо с квартиры забрать, составили. Там заканчиваются уже. Вообще, так мне нравится. И у них еще черные такие есть. Очень красиво. Дальше, смотрите, что я нашла. Вот я, на самом деле, в фикс прайсе очень много сумок. Ты покупала себе какие-нибудь сумки или что-нибудь там? Дальше. Нет. Цвет красивый. Как твоя камера. Короче, да, цвет красивый. Сумочка такая нежная, такая простая. Вот заклепочка. Тут раз. Вообще. А там? А там ничего. Ну, я не знаю. Ты бы ходила с такой сумкой? Как хорош? Как тебе вообще сумки с фикс прайсом? Блин, я только голову недавно помыла, волосы пушистые. Все хорошо. Все знают, что у тебя теперь чистая голова. Ну, как тебе вообще сумки? Я думаю... Как тебе вообще сумки с фикс прайсом? Да, это и все. Да, конечно. Не, ну вообще, если бы я так увидела, я бы не подумала, что она фикс прайса, пока бы не увидела ее в фикс прайсе. Но она очень классная. Вот мне единственная вот эта сумочка понравилась. Именно по цвету, по дизайну. Интересная. Что в ней есть, в общем, да. Я ее решила взять, не знаю зачем. Может, кому-нибудь дарю. Пусть лежит. Я вообще беру в фикс прайсе очень много вещей, которые мне не нужны. Чисто вот показать на видео очень клетно. Так, дальше я взяла вот такую фигню с этими... У меня, на самом деле, много всяких катушек и всего. Но здесь сантиметр. А сантиметр мне нужен. Я один забрала на работу, а один здесь. Давайте посмотрим, он бумажный или нормальный. Ты как думаешь? Я думаю, он нормальный. Ну, бывает даже и нормальный, у меня хорошего качества. Бывает такое. Ну, я взяла чисто из-за него. А еще здесь, оказывается, клепки есть, здесь булавки есть на борт. Да. Ой, она растет, вот эта булавка. Смотри, пожалуйста, что-то неудобно. А мы посмотрим сейчас с вами... Ну, коробочка вот эта хорошая. Коробочка тоже, да, классная. Иголки здесь, нитки разных цветов. Спасибо. Это нормальная, да? Вот раньше, знаете, которые в таких кругленьких продавались, там начало было металлическое, что очень удобно было держать. А здесь этого неудобно держать, да? Выскальзывает вдруг. Да, и... В целом нормально. Вообще, у меня где-то были еще сантиметры, но пока найдешь... Короче, Крис. Метр, метр, сантиметр. Обхваты можно померить. Но я свои все могу обхваты померить. А так не все могут таким сантиметром. До ста, короче, здесь всего лишь. Если у вас 102... Рост не померишь. Рост не померишь, только дыньки померишь. Крис, короче, нашла какую-то новинку я. Как ты думаешь, что это? Порт... Для лица? Портативный увлажнитель для лица. Увлажнитель способствует восстановлению уровня влаги в кожи и волосах, облегчает дыхание в кондиционируемом помещении. Чего? Деня, как титаник. На стекло руку. Короче, надо тестануть. Там что-то внутри находится, да? Или надо самим залить? Здесь, подожди, здесь пуды. Покажу вам. Титаник идет к нам. Пытается к нам забраться. Да ему сюда полазить, он смотрит сюда. Да. Короче, вот такая штука. Сюда надо налить воды, походу. Да? Сейчас мы будем тестить вот это. Вот, я открываю. Глядь, что такое, как шприц. А, тут, наверное, надо всосать вот так воду, да? Закрутить потом ее. Я так понимаю, что это тара. Да, а потом нажимать на кнопку и будет брызгать. Сейчас я приду. В общем, вот такая штука. Я наняла в нее воды. И для того, чтобы она по трубочке прошла наверх, налила я, кстати, через верх ее. Смотрите. Вот она она. Налила через верх водичку. Закрутила. Потом мы просочили вот так вот, как через шприц. Вот так вот прям продавила-продавила. Она прошла наверх сюда, да? Закрутила. Потом пришла, стрельнула своему глазу. И теперь он боится эту фигуру. Ну, я хочу на кресенье спробовать. Ну, я же накрашена. Ну, и что, а? У меня кожа взял. Зараза, такая увлажнена. Так она еще больше увлажнена. Надо убрать у тебя из рук. Из рук тебе. Давай, да. Нет. Все. Короче, это детей не пугает. Ты уже много раз пшикнула, уже все поняли, что это. Да кто понял? Вот ребята не поняли. Ты сколько раз уже пшикал, все увидели. Вот она пшикается. Пшикается, да. Да, пшикается такой, полу струей, полу не струей. Ну, нормально пшикается. Кому жарко? Кому жарко? Ну, я не знаю, ты носила такую хрень с собой в сумочке? Такую бандуру, да? Чего тебя, бомбариновая пшикает. Дэй, тебе понравилась такая? Грязная пуля. Дэй, пойдем со мной. Денька. Кто это за пучин-пучин? Тук-тук-тук. Тук-тук. Кто там? Все, давай, продолжай. Пойдем. Он специально кричит, так, чтобы тише было, а он стопан кричит. Вот, ну, в принципе, все, наши покупочки закончены. Вот по поводу этой хрени, что сказать, не знаю, что сказать. Хрень какая-то, можно поливизатор с собой так носить. Это наподобие, как цветы поливать, да? Только это для человека штука. Да, у Кристики вот увлажнились под глазами, так смотрю, прям капельки. Кожа, видно, увлажненная в каплях. Лучше, чем я кремом, да, до этого мазала, увлажняла. Сразу вода из пульверизатора, ой, из фикс-прайса. Да, тебе заканчают такой малюсенький. Все, мои хорошие, вот такие были у нас покупки. Надеюсь, они вам понравились. Что-то Кристинка сразу тебе уже сейчас пойдет в фикс-прайсах шлюпках гонять по двору, да? А ты далеко покупала эти все вещи? Что-то я покупала в Александровке, что-то у себя. На чеке, на чеке, на чеке, на чеке. Да ну, ну, блин, а так? Нет, не на тенди, а размер поменять. Все, мои хорошие, надеюсь, что наше видео вам понравилось. Мы вас целуем, обнимаем и, в общем, теперь вы знаете, что стоит покупать в фикс-прайсе, а что нет. Да, скромняш? Конечно. Все, мы вас целуем, любим, до следующего видео, прощаемся, пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok